Важные события из жизни большого города А я иду, гуляю по Набе Говорят, это слово диалект существует только в Самаре Так местные жители называют городскую набережную Сокращенно А вот сокращать сегодняшнюю прогулку вряд ли я захочу Ведь июнь, ведь фест, Волга-фест Вместо двух дней сразу две недели Пятый юбилейный фестиваль Набережных Обещал быть самым грандиозным за все время его проведения в Самаре Целый арт-городок на второй очереди Набережной Мастер-классы, выставки, спектакли, лекции Экскурсии, конкурсы, лаборатории и музыка Очень много музыки, самой разной Что такое жить искусством Закрываю глаза И мне просто грустно Безусловно, Волга-фест становится все масштабнее Потому что развиваются люди, развиваются наши интересы И все больше появляется площадок Все больше появляются вещей, которые могут увлечь людей И дать им возможность самореализоваться Гордимся, что у нас здесь это проходит То, что вообще в нашем городе есть набережная такая Хотелось бы, чтобы его повторили еще и на следующий год Есть что запомнить Интересно было Вчера, позавчера гуляла Остаться в стороне, оказавшись в фестивальные дни на Волжской линии Задача сложно выполнимая Идеи для досуга предусмотрены на разный возраст и вкус На пятый день посетил арт-городок и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров Убедился лично, что корабельщики на Волге – мастера из первоклассных Добрый день Праздник у вас Сколько лодок-то больше? Планируем две Начали сегодня в 12 А подготовку за полтора месяца до Внесла свою лепту в запуск программы фестиваля и глава города Елена Лапушкина Вместе с горожанами и министром культуры Татьяной Мордуляш Приложив кисть в создание еще одного арт-объекта на набережной Стены Самарской Гресс Цвета выбирали всем городом, как и подразумевал проект «Общее решение» Надеюсь, цвета будет замечательной Спасибо всем организаторам, кто это придумал, кто это организовал Мне кажется, что это замечательный пример Когда мы не только думаем об обустройстве Мы не только хотим сделать город красивым Но мы еще делаем это весело Взаимодействуя с друг с другом И фактически решаем всем городом, как будет выглядеть одна конкретная стена В соединении консервативного и прогрессивного берега правого, первозданного и левого Урбанизированного за годы становления города, каков он есть Объединившись с идеями, собрав интересные факты о Самаре Музеи города разбили целую выставку вокруг памятника его основателя Князя Григория Засекина Называется она «Знаки губернии» Она рассказывает путем представленных пяти инсталляций Те самые знаковые места, которые, к сожалению, сейчас уже ушли из жизни самарчан Но еще в конце 19 века и в начале 20-го были весьма знаковыми Это и Беляна в память о плоскодонном судне, на котором когда-то по Волге переплавляли лес И кумыса-лечебница, она же простые ванны на траве И верблюд, некогда вполне привычный персонаж на улицах дореволюционной Самары Вся летопись города в самых знаковых событиях тоже здесь, на полевом спуске Итак, 1586 год, основание крепости Степан Разин в Самаре Самара перешла на сторону Емельяна Пугачева Теперь это город Куйбышев Самара – запасная столица Самара принимает чемпионат мира по футболу А теперь и Волга-фест в нашем 2021-м Программу отследить можно через приложение «Два клика» и карта фестиваля на смартфоне Пропустить интересное событие уже сложнее Система уведомляет о начале практически каждого нового действа Утром йога или волейбол, вечером концерт Это если очень коротко Эпицентр всего – сцена на волнах напротив амфитеатра под синим дождем из лент Порядка 50 концертов избранных нетривиальных исполнителей Группа «Дримс Шэдоу» последний раз выступала в городе в год чемпионата мира по футболу Именно здесь, в Самаре, по словам артистов, идея о создании электросвинга в России обрела более четкие очертания Когда мы сюда приезжали первый раз, у нас было только пару авторских треков в жанре электросвинг Потому что мы только начинали это пробовать И вот за три года как раз я собралась в полноценную программу Когда мне сказали вообще, какой формат сцены будет, я сначала не поверил Ну думаю, блин, ну это нереально, как это, сцена на воде Мне когда все это показали в проекте, я думаю, вау, какая красивая сцена А это водопады сверху, это просто что-то нереальное Водопады и старые корабли, выброшенные течением на песок Цепи, лаунж-зоны и даже бурлаки, которые неожиданно снова, впервые со времен Репина Взялись за бичевые и потянули вдоль Волги свой груз На этот раз он заметно легче Каждый год фестиваль – это площадка для самовыражения современных архитекторов и художников Работающих в жанре инсталляция и стрит-арт В этом году в конкурсе победили 9 креативщиков из Самары, Москвы, Санкт-Петербурга и Перми Их задумки увидели зрители в паблик-арте, тема которого – преграды Что-то, что может объединить человека, искусство, реку и город А лучше города Впервые на Волга-фесте променад стал центром гостеприимства На набережной появились 5 интерактивных резиденций городов, объединенных с Самарой одной рекой Это Ульяновск, Саратов, Нижний Новгород, Чебоксары и Казань Не только культура и искусство, но и торговля Благодаря Волга-фесту авторский проект «Добрые свечи», они же натуральные из воска Самозанятой Марией Арнаутовой впервые вырвался из онлайн-пространства Рассказывает, пригласили через портал «Мой бизнес» в ряду с другими начинающими предпринимателями Самары Раздумывать не стало Онлайн все равно, специфические продажи, когда ты не видишь самого человека А как-то хочется видеть глаза человека, видеть, что человеку конкретно нравится Как-то, может быть, что-то подобрать, предложить А здесь, конечно, интересно, потому что публика живая Придумать и организовать, а также провести и поддерживать слаженность работы всего этого сложного фестивального организма Без волонтеров фестиваль бы точно не состоялся Если в будни помогали организаторам до 35 добровольцев, то в выходные в три раза больше Мы помогаем нести корабль, помогаем с чайкой, которая тоже носит, обнимает детей В корабле катаем детей Также у нас есть арт-объекты, на которых волонтеры стоят и рассказывают про эти объекты Инфостоки, где мы просто рассказываем о самом фестивале Какие-то разные интерактивные площадки, где просто играем с детьми, что-то рисуем Итак, две недели, которые пролетели на удивление очень быстро Закрытие прошло 20 июня На эту дату перенесли и шоу Фредди Кюнин Настоящего профи в области слэк-лайн, точнее экстремальной эквилибристики А вот и долгожданный хедлайнер фестиваля Такого на Волгофесте еще никогда не было Канатоходец с мировым именем идет над Самарой Он прошел от здания до вершины установленного крана А затем совершил прыжок с парашютом с высоты 80 метров Хотелось бы перейти в Волгу, но некоторые мечты должны остаться для того, чтобы продолжить додумывать их в будущем Изначально было запланировано, что Фредди пройдет по канату через Волгу Это почти полтора километра Но ветер не дал планам исполниться, впрочем, зрители остались довольны Мы гадали, стояли, с канатом прыгнет или с парашютом? Все-таки с парашютом Очень круто Это было очень клево То, что он там, этот парашют раскрылся Вот, он полетел, это было красиво Красивым был и праздник закрытия арт-городка Страна без территорий, картония, разбила порт-лабораторию на песке здесь, в Самаре Это мультиформатный проект по возведению в разных городах мира картонных стран И запуска акций по поиску новых ресурсов Творческой энергии, прежде всего Мы его закрыли шествием наших производств разных То есть мы сделали корабль, там были краны Ну, как все порты Мы что-то делали в течение 10 дней или 12 И вот мы показываем Делали мы вместе с местными жителями Самары Но все же помнить о том, что преграды сегодня не только одна из идей феста Но и пока стиль жизни важна Чтобы не создавать толпу, организаторы разбили станции на больших расстояниях друг от друга Плюс многие программы начинались в одно и то же время Поэтому приходилось разбегаться и выбирать на свой вкус и цвет Мы первый раз пришли, только вообще в восторге, очень все нравится Красочное шоу было с огнем, просто очень опасно Захватывало дух даже Невозможно выделить что-то одно Здесь все прекрасно, мне кажется Вся организация прекрасна Мы регулярно сюда приходим Регулярно наслаждаемся Мы сегодня приехали в Самару из Петербурга Мы сюда попали случайно, нам все нравится Много интересных вещей А в память уже о прошедшем фестивале Самара оставит себе еще одну стену, ставшей холстом Вместе с жителями Самары Берлинский художник Кристин Аве Расписал подпорную стену набережной Так город на Волге с каждым годом все больше и больше обретает уже неоспоримый статус Поволжского центра прогрессивного уличного искусства Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова